Хотел бы сто лет лечить, багаж мастерства в запасе, и тысячу лет любить с таким хоть сейчас согласен. Любимой дарить цветы, мне в жизни всегда есть повод. Мечтать в суете сует, поэтому буду молод. Но судьба распорядилась иначе. Сердце врача остановилось после продолжительной болезни. 41 год Юрий Почитаев проработал акушером-гинекологом. За эти годы он помог сотням женщин стать мамами. К работе Юрий Алексеевич относился с особым трепетом, к своим пациенткам с вниманием и нежностью. Ну здравствуйте, как дела? Как вы здоравливаете? Все хорошо? Настроение улучшается? Ну молодцы. Всегда хотел быть врачом, сколько я помню себя из сознательного подросткового периода. И очень хотел быть полезным. А полезным я считал, что человек, который работает в хирургии. То есть это наглядно, быстро, красиво и очень действительно полезно. И когда вот это все происходило во время учебы, я понял, что самые обделенные этой полезностью оказываются женщины. И я решил стать акушером-гинекологом. Юрий Почитаев был не только прекрасным врачом, наставником, но и неравнодушным человеком. Он всегда мог приободрить, окрылить, дать совет или просто помочь в любой ситуации. Таким его помнят коллеги. Я с Юрием Алексеевичем проработала 35 лет бок о бок. Для меня Юрий Алексеевич был эталоном. Он очень прекрасный, чуткий, талантливый руководитель был. Для нас очень большая утрата. Мы будем его всегда помнить и продолжать его дело. Спи спокойно, Юрий Алексеевич. Мы сейчас остались как бы сиротами, все равно его отделение. Поэтому, а все прекрасно знают, что сиротами остались и женщины, которым он помог, и которым бы он еще мог помочь в этой жизни. Тоже потеряли близкого человека, нашего заведующего, нашего наставника, нашу защиту. Он всегда старался помогать всем в семейных делах, на работе. Всегда поддерживал и всегда учил нас. Нижнекамцы запомнят его еще и как поэта. Из-под пера Юрия Алексеевича вышли сборники «Палитра чувств» и «Тандем». Последний был написан вместе с сыном Алексеем. Стихи Юрия Почитаева о любви, профессии, жизни трогают всех, кто прикоснулся к творчеству доктора. Когда они появились, уже дальше, открыв страничку на стихи РО, сын заставил писать дальше. Сказал, что больше у тебя шансов не писать, папа нет. Яркий, открытый, добрый. Его отличала особенная преданность семье, работе, поэзии, принципам. Прощание с врачом состоится в пятницу 26 марта в 10.00 фойе лечебного корпуса номер 3. Светлана Шумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР.